Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Империи Зла. И сейчас у меня для вас мега суперские новости. Санкт-Петербургский Зенит обыграл крылья Советов Самары с счетом 3-1. И это суперская новость для всех, как для Зенит, так и для крыльев. Но самое главное, конечно, для Зенита, что мы одержали победу третью подряд, оторвались от коней лохомотов и мусоров и подобрались к первому месту, к быкам, до расстояния пятичков. А быкам в следующем туре ехать к ССК, к конюшню. Для ССК это мать жизни и смерти. Если они, кони, не обыгрывают Краснодар, то о первом месте ССК может забыть раз и навсегда. Поэтому вполне вероятно, что Краснодар в следующем туре также отступится, также потеряет очки. Кони будут выкладываться на 200, а то и 30%. Зениту, соответственно, надо победить. У себя дома Ахмат. Сделать мы это, в принципе, способным. Но сегодня я просто порадуюсь моментом. Заценю момент и порадуюсь тому, что он у нас есть. Зенит по игре полностью переиграл крылья Совета. Симак просто великолепно изучил тактические новинки Осенькина. Фишки Осенькина, штучки Осенькина. И полностью нейтрализовал. Хинжальные, смертоносные, контрвыпады скоростных самарских юниоров. Полностью выключили из игры Салтыкова. Он только один раз в первом тайме оторвался от раковища и пробил мимо ворот. Ну, правда, если бы попал, было бы, конечно, жопно. Но, в общем и целом, это был единственный эпизод, пожалуй, за весь матч. Но было еще пару стандартов, было еще пару полумоментов, было еще пару эпизодов, когда крылья накрывали нас на своей половине поля, но Зенит в этой игре очень хорошо возвращал себе мяч в борьбе сразу после потери. Вообще, боролись абсолютно все, но в борьбе в центре поля я назовуся девушек однозначно Клаудинию и однозначно Монтуану. Эти двое просто разорвали в центре поля, вгрызались во все мячи. И именно благодаря, в частности, Клаудинию и Монтуану, Зенит сегодня празднует победу. И празднует абсолютно заслуженную победу. Мы больше атаковали, больше старались, больше стремились. И мы просто сильнее. Зенит просто мастеровитель. Зенит забил четыре мяча. Из этих четырех мячей засчитали целых три. Пропустил в концовке, да. Немного обидно за Зенит, потому что Адамову будет второй сухарь подряд. С другой стороны, если смотреть на этот матч с точки зрения крыльев советов, этот поздний гол позволил Самаре сохранить лицо. И проиграть достойно. Как Зенит, например, два года назад проигрывал Туринскому ивенцу на выезде 2-4. Тоже в концовке матчей сбежал разгромного счета. Ну и надо сказать объективно, Зенит сильнее крыльев. Явно не на разгром. Если смотреть по всему этому сезону. Да, сильнее. И да, Зенит незаслуженно возвращается на второе место и приближается к первому. Но явно не на разгромный счет. Если бы был разгром, возможно, у наших бы возникли какие-то идеи не очень здоровые. В целом, увеличивание всего такого, что мы уже сильнее всех тут. Не надо. Надо смотреть на вещи трезво. Если смотреть на вещи трезво, то получится, что крылья тоже хороши. Может быть, в этом матче их атака и не была особо заметна. Но в целом, по всему этому сезону, они забили больше всех. И благодаря этому позднему голу удержали неофициальное звание самой Голиадорской команды чемпионата до сих пор. Но Зенит, кстати, подобрался. При чуть 3-0 там было равенство. 25 и Зенит, 25 и крыльев. Сейчас крыльев 26, Зенит может обойти. И в любом случае, самаре респект. Надеюсь, что вот это достойное поражение даст вам еще сил, чтобы вы боролись и дальше. Чтобы вы вгрызались еще и в других конкурентов. Спорю за третье место. Может быть, второе. Если вы победите Краснодар, можете еще и к быкам приблизитесь. В любом случае, этот проект, эта команда, они достойны того, чтобы быть в тройке. И это очень хорошо, что крылья Советов, несмотря на поражение, остались в тройке. Огромное спасибо лохомотам и мусарне за то, что не смогли выявить победителей между собой. Особенно, что не победил лохомотив. Кстати, лохомотив, говорю не только я, но еще и комментатор того мастера Сергей Дурасов. Если хотите, дайте ссылку в описании. Вот, лохомотив не смог забить мусарне. И в результате сейчас остается на одну очку от крыльев. А Зенит, соответственно, оторвался от лохомотива до трех очков. На те же самые три очка отстают свиньи. Скоро лохомоты и свиньи будут играть между собой. Я надеюсь, между ними будет ничья, а станут идти и другие еще от Зенита. Ну а мусора с конями, они отстают уже на целых пять очков от Зенита. Вернулся отрыв от коней Динамо, который был в середине сентября. И который мы так бездарно просрали своими двумя идиотскими поражениями от лохомотов и Оренбурга. Да, я вообще на самом деле думал, что после вот этих наших осечек, кони и мусарни, особенно вцепятся над мертвой охваткой, а нет, они оказались еще хуже, еще хуже, чем мы. И в результате мы опять имеем плюс пять относительно как красно-синих, так и сине-белых. Не буду называть белоголубых, потому что на самом деле цвета у Динамо синий и белый. Голубого там, мне кажется, вообще нет. Голубой этого цвета Зенита, он голубой, лазурный. А у Динамо синий-белый. Короче, замечательно все. Все, оживает Зенит, оживает как по игре, так и по результатам. Надеюсь, в следующем туре приблизимся еще ближе к первому месту. Я надеюсь, что вот эта игра, она даст нам еще больше уверенности. Вот этот исход игры, вот это качество игры даст нам еще больше уверенности, что мы можем так играть всегда. И что у нас появится немного больше стабильности. И что нам начнет еще немного вести. В общем-то, уже сейчас можно сказать, что нам повезло. Краснодар трижды, когда играет в своем матче, мог, а кое-когда даже и обязан был, вырывать у Балтики победу. Но счет так и остался до самого финального фиска в ничейном. И это, вне всяких сомнений, везение в поле Зенита. Ну и сегодня второй гол Венбул, это чистейший воды фарт. То, что мяч Арштанга скачил в ворота, и то, что этот гол состоялся, то, что его не отменили судьям, это везение. Этот гол полностью похоронил интригу в матче и утвердил победу Зенита. Хотя крылья после этого пытались вернуться в игру, но до опасных ударов дело так и не дошло. Затем из того завел третий, и по самый конец крылья провели гол престижем. Сейчас я хочу отдельно сказать про судейскую бригаду, в принципе, про судейство этого матча. Несмотря на то, что Зенит победил, несмотря на то, что результат и качество игры вызывают у меня положительные эмоции, и я доволен. С судейством я все равно недоволен, потому что вот этот Чистяков, это просто говнарь, ебучий говнарь, не арбитр, он судить абсолютно не умеет. На Каудине откровенно фалят два, три, четыре раза. Каудине откровенно заезжает локтем в лицо, в зубы. Этот мудак не достает не то, что красный карточек, да жёлтый. А когда Роман Ежов, то сам автор голокрыльев советов, заезжает открыто шипами Монтуану в ногу. И у Монтуана идёт кровь, и Монтуана приходится заменить. То есть, этот хуесос, опять же, не достает красный карточек, пока почему-то ежу жёлтую. Ты совсем уже, долбоёб, ты забыл, где у себя красный карточек на курсе. Это такие фалы, за которые жёлтые мало. Опять же, если кровь появилась, если высоко слишком нога идёт, должна быть красная. А представьте, что было бы, если бы так же сыграл, допустим, Вильмур Баррис. Хотя ещё представлять, в игре с мусарней, домашней, опять же, питерской, Баррис пробил даже ниже, и не так акцентированно. Его всё равно удалили, ему всё равно показали красную карту. Здесь только жёлтая. Бесите мне, пожалуйста, что это за долбоёб? Сует матч, и что за долбоёбы сидят на вар? В том, очень странная история была, что вар судей заменили прямо перед началом матча. Я так думаю, изначально были нормальные судьи. Ну и заменили на долбоёб, фу, к чему-то высочайшему приказу. Остаётся только радоваться, что даже дебилы в судейском корпусе не помешали Зениту победить. И не помешали Зенитов победить красиво. Хотя обезопасно-сменённым голом кассеры вызывает достаточно много вопросов. Потому что мяч в руку Монтуану попал от корпуса, от тела. А такая рука обычно не считается. Но, опять же, вар тут особый, антизенитовский. Москва-баски, я бы даже так сказал. Но, опять же, особенно ценно, что мы победили ещё и вопреки кротам. Вопреки купленным москва-баским кротам.